В этом году предюбилейная дата – 99 лет со дня рождения первой женщины мэра Рязани. Надежда Чумакова приняла город в 1963 году с населением в 230 тысяч человек, а ушла с поста, когда численность зашкаливала за полмиллиона. Именно при ней Рязань обросла новыми жилыми районами. Люди из команды советского мэра отзываются о ней как о грамотном и требовательном руководителе. Какая она была? Жесткая, да, но милая. Но она знала нас всех, она ценила нас всех под нашим рабочим, творческим достоинством. И, вы знаете, она была вот как бы немножко даже сурова, но в то же время доброты в ней было много. Вот маленький пример. Мы ездили вместе с ней, когда установился памятник у театра драмы, об основном театра драмы. И нужно было ускорить работу. И она и уточком заглядывала, и вечером. И к ней пришли рабочие и, скорее, выкладывали ей вот чего в них не хватает, какие-то свои проблемы. Они знали, что она их решила. И, вы знаете, она ведь вечером, когда просила их ускорить работу и остаться еще подольше работать, она приезжала не просто так, она привозила им горячую пищу. Рязанский писатель Анатолий Говоров на встречу принес книгу, которую написал и посвятил выдающейся землячке. В книге архивные материалы о Надежде Чумаковой и ее деятельности, а также воспоминания соратников. По словам рязанского писателя Анатолия Говорова, главной задачей было сохранение памяти. Многие знают, что стоит памятник Надежды Николаевны Чумаковой на Первомайском проспекте. Автором памятника был талантливый скульптор Борис Семенович Горбунов. То, что он появился в Рязани, тоже заслуга от Надежды Николаевны. Он учился в Ленинграде, в институте имени Репина. Вот они встретились, час беседы была, и она поняла, что перед ней сидит такое привычное. О том, какой была Надежда Николаевна, рассказывали и другие ее коллеги. По их словам, несмотря на высокий пост, Надежда Чумакова никогда не ставила себя выше других. Жила скромно и оставалась верной Рязани. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».